давайте начнем сегодняшний наш вебинар это повтор вебинара который был в начале месяца сегодня мы для тех людей которые не могли посетить в начале месяца соответственно это по большому счету это просто повторение и плюс добавление новой информации которая за это время изменилась и так и пиатс из серии от компании и стар это новая линейка поговорим и сегодня модельном ряде о новой аппаратной платформе и соответственно новом интерфейсе который был полностью переработан стал более удобным гибким интересным и так новый модельный ряд из серии самая младшая модель это s20 она предназначена для замены сохо то есть тут сразу нужно сказать что две модели сняты с производства это модель сохо май пбк сохо ему и май пбк стандарт эти модели больше не будут доступны соответственно для заказов они больше не будут поставляться в россию и производитель их больше не будет производить соответственно s20 это замена сохо основная разница между двумя этими станциями это увеличение мощности процессора был полностью заменен увеличение оперативной памяти в два раза плюс ddr2 перешли на ddr3 увеличение флеш памяти до четырех гигабайт кроме того основные отличия от сохо это добавлена поддержка работы с gsm сетях то есть теперь станцию можно подключить gsm модуль и добавлена функция автоматически запись разговора есть два основных отличия которые полностью отличают от сохо это вот дает эти функции просто нас очень много просили добавить две вот эти вещи в младшую модель и производитель к нам прислушался и соответственно была выпущена такая модель следующая модель это s50 она позиционируется как замена к станции mypbx стандарт точно точно также был увеличен процессор мощность процессора переход оперативной памяти с ddr2 до ddr3 увеличение флеш памяти и также была добавлена функция автоматической записи разговоров то есть в стандарт ее не было с 50 она теперь есть следующая модель к это s100 данная модель позиционируется как замена предыдущим двум у 100 и у 200 кстати нужно сказать про у 100 и у 200 эти модели тоже будут сняты с производства в течение этого года соответственно в россию они будут завозиться только под заказ собственно как и производится компания есть соответственно если у вас есть какой-то тендер в котором вы играете и в этом тендере присутствует усерия то падает такие заказы мы вам привезем конечно же станции во всех остальных случаях станции которые есть на складе они сейчас распространяются и завозиться скорее всего уже больше не будет при этом нужно сказать что все станции которые были сняты с производства но на которые действует еще гарантийные гарантийный период они точно также будут обслуживаться как и новые станции до конца своего гарантийного периода и так s100 предназначена для замены как у 100 и у 200 соответственно тоже был увеличен процессор увеличение объема оперативной памяти увеличение флеш памяти до 8 гигабайт почему замена у 100 и у 200 об этом я расскажу чуть попозже и самая старшая модель это s300 предназначена для замены у 300 и модельного ряда у 500 там были три модельки у 500 510 и 520 отличались они наличием потоков и 1 1 2 потока можно было подключиться также увеличен процессор до четырех ядерного увеличения оперативной памяти в два раза увеличение объема флеш памяти собственно как некая такая сводная таблица что мы имеем на текущий момент s20 рассчитана на 20 внутренних абонентов на 10 одновременных соединений поддерживает стандартные протоколы сип pstn бра и джесен сидим и и мтс сидим и s50 рассчитана на 50 абонентов и 25 одновременных вызовов поддерживает все те же протоколы что s20 s100 рассчитана на 100-200 абонентов соответственно мощность станции можно увеличить как это сделать расскажу попозже одновременные вызовы в базовой комплектации идет тыс можно увеличить до 60 имеет поддержку всех тех же протоколов и плюс добавляется поддержка потока и 1 соответственно есть 3 s300 в базовой комплектации идет на 300 абонентов расширить можно до 500 идет на также в базу комплектации идет на 60 одновременных разговоров расширить можно до 120 также поддерживает все стандартные протоколы плюс потоки ядин новая аппаратная платформа и что было изменено во первых был заменен сам процессор чипсет раньше это был texas инструмент теперь это фрискейл почему была такая замена нужно сказать что texas инструмент приостановил свою деятельность в разработке процессоров такого типа соответственно они уже морально устаревшие поэтому компании старт было принято сменить процессор на производитель фрискейл так как сейчас на данный момент лидирующая компания которая производит процессоры такого типа и соответственно их используют очень такие известные бренды как amazon bmw audi ну и многие другие компания в мире об этой компании в мире знают как о надежном хорошем производителе соответственно процессоров поэтому еще раз повторюсь было принято решение выбрать именно эту компанию следующая была полностью переработана модульная система если вы помните раньше нужно было снять крышечку крышку на станции и соответственно подключить те модули которые вам нужны это сейчас было изменено кроме того был добавлен новый dsp модуль называется он естар d30 с помощью этого модуля можно расширить мощности станции на 100 абонентов и 30 одновременных вызовов соответственно работает он только с 100 и с 300 только в этих двух моделях можно увеличить объем станций и как я уже говорил на слайде мы увидели у 100 и у 200 позиционируется как с 100 новая модель соответственно с помощью с 100 плюс модуле d30 можно получить 200 внутренних абонентов 60 одновременных вызов без этого модуля в базовой комплектации 100 абонентов 30 одновременных вызов для s300 можно установить два дополнительных модуля таким образом мы получаем 500 абонентов и соответственно 120 одновременных вызов устанавливается непосредственно на материнскую плату и систему вам дает возможность создать внутренних абонентов если вы используете более 300 или более 100 в зависимости от модели станции следующее что было добавлено добавлено две платы расширения одна плата это x30 которая предназначена для добавления одного потока и 1 вторая плата для подключить для подключения стандартных модулей которые были ранее использованы то о 2 s2 и так далее соответственно как я уже сказал стандартные модули на такую плату можно подключить до 4 модулей соответственно вне зависимости какие s2 то есть работа с аналоговыми линиями с gsm либо работа с брая линиями подключить можно также к станциям s100 и s300 на s100 можно подключить до двух плат и x300 или x08 на s300 соответственно до трех плат то есть разъему уже напаяны на материнскую плату и соответственно количество ограничено еще раз повторюсь на с то можно подключить до двух плат либо x08 либо x300 либо 1 x30 1 x08 она из 300 соответственно до трех различных плат то есть как при этом комбинация может быть совершенно разная то есть вы можете подключить либо три платы для подключения модулей таким образом вы получаете возможности подключить до 12 различных модулей то что на каждую плату до 4 модулей либо вы можете подключить один поток и 1 и 2 плата и для работы с модулями либо 2 поток и 1 и 1 плату либо соответственно три потока то есть То есть конфигурация может быть совершенно разная в зависимости от того, что вы хотите, что вашему клиенту нужно, хочет ли он работать с аналоговыми GSM-линиями, либо хочет он работать с потоками E1. Нужно сразу тут заметить, что в базовой комплектации станции идут без дополнительных плат расширения. То есть все это нужно будет докупать, если вам потребуется. То есть работать будет исключительно только цифровая часть, SIP-часть. Ну и соответственно ЯКС для тех, кто пользуется. Новый веб-интерфейс стал более интересным, более логичным, более динамичным. Давайте я вам сейчас попробую показать его вживую, потому что на слайдах отразить всю прелесть, наверное, не получится. Так, сейчас вы видите мой рабочий стол. Скажите, вы видите, да? Все хорошо. Коллеги, поставьте плюсик в чате, если вы видите сейчас мой рабочий стол. Спасибо. Итак, демонстрация веб-интерфейса. Нужно сказать, что, во-первых, сейчас вы можете это все сами посмотреть в зону demo.istar.com, которая всегда работала как демонстрация интерфейса. Соответственно, была добавлена из серии. Нужно сказать, что в станциях уже был добавлен русский язык. Соответственно, здесь полная демонстрация на русском языке в зависимости от станции. Сайт demo.istar.com из серии. Нажимаете на кнопочку Learn More, и, соответственно, здесь у вас есть выбор, какая модель станции. Вы можете выбрать любую из четырех, и, соответственно, доступные языки. Нам сейчас нужен русский язык, логин, пароль для демонстрации, админ паспорт. И вы сможете самостоятельно ознакомиться с веб-интерфейсом, если более детально, если кому-то будет интересно. Итак, это новый интерфейс. По сути, это некий рабочий стол, загнанный в браузер. Что здесь есть? Во-первых, слева есть иконки, как на рабочем столе. Есть основное меню в левом верхнем углу, где вы можете воспользоваться любыми из доступных на текущий момент иконок. И, кроме того, эти иконки можно вынести на рабочий стол. Соответственно, у нас здесь что есть? Здесь сейчас есть запись и обслуживание. Скажем, мы хотим автоматическую настройку, то есть сервис AutoProvision добавить на рабочий стол, чтобы каждый раз сюда не ходить. То есть вы выбираете то, что вам нужно, правой кнопкой добавить на рабочий стол. И, соответственно, у вас эта иконка здесь появляется. Теперь вам достаточно просто сюда нажать. И появится рабочий интерфейс. Так, вот у нас появился рабочий интерфейс. Соответственно, если у вас в сети уже есть телефоны, система автоматически отсканирует. Ну, стандартные возможности сервера AutoProvision, в который здесь был добавлен, соответственно, IP-адреса, тип модели. Здесь можно отредактировать и так далее. Ну, те, кто ранее работал со станциями у серии, соответственно, тот знает, как это работает. Что здесь из интересненького и что нового здесь было добавлено? Во-первых, в правом верхнем углу был добавлен быстрый доступ к событиям на станции. Соответственно, администратор, который заходит, он может посмотреть, что, когда, во сколько произошло. Это тоже очень удобно, если вы мониторите станцию и вообще это полезно. Кроме того, в правом верхнем углу был добавлен еще мониторинг ресурсов, где вы можете увидеть данные по сетевому подключению, информацию о самой станции, какая модель, серийный номер, версия программного обеспечения, аптайм и так далее. Также здесь вы можете увидеть нагрузку, физическую нагрузку на физические диски, которые у вас распространены. То есть это либо это флэш, накопитель какой-то, встроенный в станцию, точнее, либо это какая-нибудь SD-карта, подключенная к станции. Из интересного еще было добавлено, кстати, надо сказать, что здесь помимо этого есть еще мониторинг АТС. Где вы также можете получить информацию по станции. Соответственно, здесь есть информация по внутренним номерам, подключен или не подключен. Если они подключены, здесь будет прописан IP-адрес и порт. Соответственно, также здесь есть еще информация по линиям, которые у вас существуют. Соответственно, поток Е1, работа с GSM-модулями и, соответственно, разные обозначения зелененькие, естественно, работают. Восклицательный знак есть какая-то проблема. То, что касается GSM, вот оно сейчас показывает, что сим-карта недоступна. Кроме того, здесь есть информация о одновременных вызовах в режиме реального времени. Соответственно, если вы увидите нагрузку на станции, если хотите посмотреть нагрузку на станции, здесь вы увидите, сколько приблизительно у вас звонков происходит. Из интересного еще было добавлено, мониторинг ресурсов я показывал, но здесь есть более детальная информация. То есть в правом верхнем углу это некая такая быстрая информация. Если у вас там станция начинает каким-то, как-то ведет себя нестандартно, некорректно, то, в принципе, можно быстренько там проверить, что происходит. Например, про сетевые подключения и так далее. Здесь уже есть более детальная информация относительно мониторинга ресурсов. То есть вот на текущий момент показывают, что подключен жесткий диск, такое-то количество использовано. По производительности загрузка на процессор сейчас минимальная 3%. Здесь также есть память, показывает загрузку на память и загрузку на сеть. Сетевые интерфейсы, если какая-то проблема с сетью, тоже здесь все можно проанализировать и посмотреть. Из интересного еще было добавлено... Прошу прощения, из интересного еще было добавлено конференц-панель. То есть совсем-совсем новая доработка, к сожалению, мы ее еще даже не успели перевести, но тем не менее, что это такое? Это некое управление конференциями, которое вам позволяет, во-первых, создать конференцию, добавить сюда каких-то участников. Здесь вы можете управлять участниками, соответственно, либо вы приглашаете его, нажимаете на... Если вы нажмете на кнопочку, соответственно, ему уйдет вызов непосредственно на этот номер, и после ответа он автоматически попадет в конференцию. Вы можете его замьютить в случае, если вы не хотите, чтобы человек разговаривал. Соответственно, приглашать можно любые номера, в том числе внутренние номера, либо какие-то внешние. Если вы хотите пригласить внешний номер, устанавливается галочка, вводится префикс для вызова через ту или иную линию, которая у вас используется для такого типа вызовов, и далее указывается номер. Вот таким образом была добавлена конференция, нас об этом тоже просили, некое такое логическое управление конференцией, именно визуальное. Надо сказать, что в усериях управлять конференцией тоже можно было, но это было доступно с помощью старкодов через телефон, и, соответственно, тому человеку, который управляет, назовем администратором, он должен был обязательно присутствовать в этой конференции, что было, во-первых, а, неудобно, б, это отжирало как минимум одно соединение на станции. Нужно сказать, что, соответственно, работа с конференцией будет улучшаться, будут добавляться какие-то новые возможности. К сожалению, весь перечень и список новых возможностей я вам сейчас не смогу озвучить, потому что они меняются. В зависимости от приоритетов, кто-то говорит, что это нужно, кто-то говорит, что это не очень нужно. Соответственно, все новые функции, которые здесь будут появляться, мы будем об этом анонсировать, следите за нашими новостями. Из интересного еще было добавлено, теперь есть центр приложения, приложений, некий такой апп-центр, в котором будут доступны новые приложения для программного обеспечения. Кстати, нужно заметить, что теперь программное обеспечение единое для всех станций, то есть не будет разделения прошивок на, скажем, стандарт, на S20, на S50, на S100, на S300, как это было в предыдущих сериях. То есть в предыдущих моделях станций мы имели разные программные обеспечения для разных моделей. Сейчас единое программное обеспечение для всей линейки. Соответственно, это дает возможность пользоваться всеми функциональными возможностями, которые предусмотрены для S-серии. По умолчанию что здесь есть? Во-первых, это PBX-центр. То есть PBX-центр, его нельзя удалить, он предустановлен по умолчанию. И это некая такая возможность, которая, точнее, невозможность, это основные функции станции. Из доступного здесь еще LDAP-сервер и автопровернг. Нужно сказать, что есть некоторые разработки, которые сейчас ведутся. Это интеграция с 1С и интеграция с BITREX24. Соответственно, после того, как они закончатся, они точно так же будут доступны через AppCenter. То есть вы их здесь увидите, вам будет достаточно кнопку удалить или обновить, если у вас уже установлено. Соответственно, здесь есть все приложения, установленные приложения и есть еще настройки. Что такое настройки? Здесь вы можете установить автоматическое обновление тех приложений, которые у вас установлены. Соответственно, если вы хотите обновлять станцию, вы можете установить галочку, установить промежуток времени, через который будет проверяться обновление и, соответственно, указать время. Таким образом, станция автоматически будет обращаться на сервер истарый и проверять наличие программного обеспечения. Если вышло новое программное обеспечение, либо произошло обновление одного из модулей, которые сейчас доступны, соответственно, станция автоматически все это дело обновит без вашего участия. Как бы так, рассказывать можно много, долго и интересно, поэтому для тех, кто хочет самостоятельно изучить и посмотреть, вы можете зайти на demoistar.com, выбрать здесь и сервер, и самостоятельно изучить. А теперь давайте, пожалуй, вернемся к нашей презентации. Итак, про веб-интерфейс мы поговорили. Следующее. Новые возможности. Из того, что было добавлено. Функция автоклип. То есть, это данная функция, что она делает? Автоматически сохраняет информацию об исходящих вызовах, то есть, сохраняет пару внутренний абонент, внешний абонент. И когда внешний абонент будет перезванивать по внешнему городскому номеру, то станция автоматически соединит его с внутренним абонентом. То есть, на примере, чтобы легко это понять, ну, наверняка вы на мобильных телефонах видели какой-то пропущенный звонок с каким-то непонятным городским номером. Соответственно, вы перезваниваете на этот номер дальше. Что происходит дальше? Вы слышите какое-то приветствие от той или иной компании, которая вам звонила. Далее вы попадаете либо на секретаря, либо вы попадаете на автоответчик. И, соответственно, либо вы продолжаете тыкаться в меню и общаться с секретарем, либо вы набираете внутренний номер абонента, если вы знаете. Соответственно, данная функция исключит все вот эти действия, и она вас автоматически соединит с тем внутренним абонентом, который вам, соответственно, совершал звонок. То есть, некое такое удобство и лояльность по отношению к клиентам. Следующее. Также была добавлена функция SIP-форкинг. Что это такое? По умолчанию вообще стандартный SIP работает с одним зарегистрированным клиентом единовременно. То есть, протокол SIP является, соответственно, текстовым, и последнее устройство, которое было зарегистрировано, то есть, использовало аутентификационные данные, логин, пароль, соответственно, оно будет работать. Потом, соответственно, эта регистрация обновляется через определенный промежуток времени. То есть, если у вас было зарегистрировано устройство A, оно зарегистрировалось на севере, получило свой таймер, через который она должна обновить регистрацию, в этот промежуток времени регистрируется второе устройство, например, клиентское приложение, установленное на смартфоне. Что происходит в этом случае? То есть, телефон стационарный A, который стоит у вас на столе, он теряет регистрацию, а клиент, который на мобильном телефоне установлен, он, соответственно, получает регистрацию. Таким образом, у вас работает что-то одно. Вот SIP-форкинг позволяет единовременно использовать и то, и другое. То есть, вы можете зарегистрировать и телефон, стоящий на столе, и программное обеспечение, установленное у вас где-то на планшете, либо на мобильном телефоне. То есть, это удобно, полезно, особенно для людей, которые много там перемещаются. Соответственно, количество зарегистрированных устройств регулируется в веб-интерфейсе администратором. Для каждого внутреннего абонента это добавлено в настройках внутреннего номера. Нужно сказать, что еще будет добавлено, что мы ожидаем в ближайшем будущем. Во-первых, в ближайшем будущем будет добавлено WebRTC. Для тех, кто не знает, это технология, которая позволяет через веб-браузер создавать аудио- и видеоконференции. Соответственно, это будет добавлено тоже у наших станций. Дедлайн приблизительно к концу года. Еще что будет добавлено. Сейчас разрабатывается API, который обещают к концу сентября. То есть, что такое API? На английском оно звучит как API for third-party development. Соответственно, API для разработчиков, которые могут внедрять какие-то свои приложения непосредственно в апп-центр. О том, что мы говорили. Вот я вам показывал, где доступно обновление станций в автоматическом режиме и так далее. То есть, вот в некий такой центр модулей. Как уже говорил, сейчас уже ведется две разработки, но, к сожалению, полноценного описания для API и полноценного обещанного функционала пока еще нет. Поэтому, как только выйдет, мы, соответственно, все это дело проанонсируем. Вот еще две вещи, которые, повторюсь, это технологии WebRTC и, соответственно, API для разработчиков. Мы ожидаем в ближайшее время. В планах много еще чего будет разработано. Но, так как я сейчас в ближайших сроках не знаю, наверное, анонсировать я не буду. Теперь по ценам. Соответственно, здесь указаны розничные цены. Которые вы видите. Соответственно, партнерские цены вы можете увидеть в своих прайсах, которые вы можете получить по запросу от своих менеджеров. Как вы видите, если тот, кто знает стоимость, S20 и SOHO стоят одну и ту же сумму, 276 долларов в розницу. При этом S20 имеет, как минимум, две возможности, которые нет в SOHO. Это автоматическая запись разговора и работа с GSM-сетями. Кроме того, мы провели небольшой анализ по сравнению с облачными станциями. Нужно сказать, что облачные АТС сейчас вполне себе популярны. Очень многие, особенно небольшие компании, идут именно к облачным операторам, потому что это с них снимает заботу о покупке какого-то железа. Особенно, если нет инженера, который разбирается в железе, может как-то проанализировать информацию, имеющуюся в интернете, по стабильности, по качеству, по количеству абонентов и так далее. То есть люди готовы платить за облачные станции, причем несколько дороже. Соответственно, что мы сделали? Мы провели небольшое сравнение, что было включено. То есть 20 внутренних абонентов, возможность работы с автосекретарем, то есть с IVR, возможность работы с группами и очередями. Соответственно, включили автоматическую запись разговоров плюс хранение и возможность работы с историей звонками плюс хранить эту историю и отправлять куда-нибудь на электронную почту, если есть сотрудники, которые анализируют эти данные. Что у нас получилось? Соответственно, стоимость на 20 пользователей в месяц, топ-оператор 51 доллара в месяц. Взяли 4 самых распространенных сейчас оператора. Соответственно, если вы проведете небольшой анализ в интернете, вы поймете приблизительно, о каких операторах идет речь. Но, тем не менее, самый популярный оператор стоит 51 доллар в месяц, второй, третий, четвертый – 46, 46 и 45. То есть, если посчитать, грубо говоря, СОХа окупится через, ну, грубо полгода. То есть, через полгода вы имеете свою собственную станцию со всеми возможностями, которые у вас доступны, плюс такие дополнительные возможности, как резервирование линий, скажем, через GSM-каналы, либо через аналоговую линию. Все-таки железка, стоящая у себя в офисе, она гораздо надежнее, чем облачная станция. Как ни крути, в нашей стране все еще есть, к сожалению, проблемы с интернетом. Я не говорю о крупных городах, типа там Москва, Питера, ну и вообще в городах-миллионниках, хотя даже у нас иногда бывают перебои с интернетом. Тем не менее, если вы работаете с облачной АТС, и у вас по тем или иным причинам случилась перебои с интернетом, вы даже не сможете позвонить в соседний кабинет, что это становится крайне неудобно. Наше же решение позволит вам через полгода все это дело окупить. Про количество участников конференции. Ну, смотрите, по количеству участников в конференции. Сейчас я вам скажу, в S20 это 8, S58, S116, S316. То есть на текущий момент лимит такой. Просто проведя небольшой анализ, больше пока не требуется. В принципе, если вам требуется более чем 16 человек в единой аудиоконференции, то мы можем это обсудить с разработчиком, возможно, этот лимит будет как-то изменен. Вообще, если кому-то будет очень-очень интересно, вы можете отправить запросик к нам на support. У нас есть такой файлик интересный, называется General Limitation, в котором описаны все лимиты для моделей. Соответственно, там указано количество в конференции и количество минут для автоматической записи разговора и так далее. В общем, все какие-то такие технические параметры связаны с какими-то определенными лимитами. Если кому-то будет интересно, напишите нам на support, мы вам пришлем данный файлик. Потому что там очень много, рассказывать о нем, все перечислять займет очень большое количество времени. Соответственно, если есть какие-то еще вопросы, я готов на них ответить, в том числе по каким-то лимитам. Коллеги, если вопросов больше нет, всем большое спасибо, что посетили наше мероприятие. Нужно сказать, что по окончанию появится небольшая новость у нас на сайте, где вы сможете перейти по ссылке, и данный вебинар будет доступен как видеозапись. Еще раз всем большое спасибо и всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!